Уголовное дело против Дениса Пашкова Я абсолютно уверенно вам заявляю, что таких оснований нет Спустя 14 месяцев расследования в Следственном комитете уверенно заявляют Основания привлечь уже бывшего министра промышленности и энергетики края к уголовной ответственности есть Дело в отношении Дениса Пашкова передано в суд Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах 29 миллионов 311 тысяч рублей Средства были выделены на спасение завода Септишмаш Но фактически достались специально созданному предприятию-двойнику У нас же таких нетуристов А Северная? Северная нетуристов Бюджетное средство получила одноименная компания, созданная незадолго до распределения помощи Промышленный фантом, который находился даже не в Красноярске Работало там всего 5 человек Никаким производством такое предприятие не занималось, да и заниматься не могло Но документы поступили в правительство края, были проверены и согласованы Договоры поставок, счета фактуры, письма, справки о численности трудового коллектива Они были все поддельные Этим занималась целая группа Во главе ее, по мнению следствия, как раз и был тогда еще министр Денис Пашков В ходе расследования обыски были проведены в его кабинете В компании, где учредителем являлась жена Пашкова Но схема, по которой средства были в итоге выведены, удивила следователей своей очевидностью Субсидии, а это напомню 29 миллионов рублей, Септишмаш перечислил компанией Красноярск Энергосбыт за электроэнергию Но заметьте, то есть то предприятие, где до марта 2012 года Председателем совета директоров был никто иной, как Денис Пашков Вот в этот момент деньги из государственного кармана и перешли в частный Состоялось несколько перечислений из УАО Красноярска Энергосбыт Через цепочку ряда фирм И обналичено лицами, в отношении которых есть основания полагать, что они являются подконтрольным Пашков Напомним, что сам Пашков все обвинения отрицает Точку поставит Красноярский краевой суд Дату первого рассмотрения могут назначить в любое время Очевидно, что судебная тяжба быстрой не будет Но в случае доказательства вины Денису Пашкову может грозить до 10 лет лишения свободы Илья Зайцев, Захар Письменных, Алексей Овсянников Новости ТВК